Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы с вами поговорим о белокочанной капусте позднеспелых сортов. Вот она перед вами. Если у вас не получается, ну капуста не такая гармонично развитая, как у меня, или есть какие-то другие проблемы, июль месяц это время, когда еще не поздно исправить любые огрехи и иметь хороший урожай этого овоща в осеннюю пору. Что необходимо знать о позднеспелой капусте? Ну, во-первых, подкормки и вода. Капуста очень требовательна к влаге. Очень требовательна к влаге, она очень быстро эту влагу испарает, потому что большая листовая поверхность. Поэтому полив, полив, полив. Полив неважно, холодной, теплой водой, когда холодную воду более предпочитательную капуста любит, вечером, утром льем воду, и ваша капуста будет подниматься на глазах. Следующий момент, что ей необходимо, подкормки. А вот подкормки капусте в июле месяце необходимо азотно-калийное. Что значит азотно-калийное? Взяли ложку столовой мочевины, столовую ложку сульфата калия, перемешали в ведре и подкормили каждую капусточку. Подкормили каждое растение. Значит, это будет гарантировать, что капуста будет активно нарастать как масса, так и качаны. Качаны начнут завязываться. Эффективность удобрений, конечно, это подкормка, это хорошо, понятно, это самое. Но эффективность удобрений будет гораздо выше, если мы простимулируем почвенную микрофлору. А чем мы будем стимулировать? Растим овощи, процветок. Добавили, вот растим овощи, процветок. Это очень хороший результат будет на вашей капусте. Она будет очень хорошо усваивать все питательные вещества и нарастать прямо на глазах. Нет у вас зеленого удобрения, используются фабричные удобрения. Та же мочевина, карбонит, столовая ложка на ведре, сульфат калия, столовая ложка на ведро воды. Перемешали. Но опять же, мы повысим эффективность наших удобрений. Мы можем добавить профит, антивредитель. Потому что, когда мы будем поливать капусту, значит, мы где-то попадем на листики, и наша капуста будет защищена от вредителей, которые находятся на надземной части, возле корня. Те же самые слизни, которые будут ползти, они уже не будут поедать нашу капусту. Поэтому вариант 2. Но бывает как бы еще такой нюанс, что у вас из года в год не завязываются кочаны. Если из года в год не завязываются кочаны на вашей белокачанной капусте, и вы поливаете, кормите, у нас здесь причина, что почвы не хватает каких-то добавок. Чаще всего это магния и бора. Ну, сейчас, слава Богу, появилось такое удобрение, магбор, которое называется, оно содержит и магний, и бор. Чайная ложка на ведро воды, даже в эту же подкормку, что мы делаем, так же будет очень благоприятствовать, что на вашей капусте образуют хорошие крупные кочаны. Если вы сделаете такие подкормки в июле вместе вашей капусты, значит, уже к концу июля ее будет не узнать. Она станет, как говорится, лапушистой, красивой, и, соответственно, можно надеяться, что она образует очень хорошие кочаны. Кочаны будут расти прямо на глазах. Но вот как там обламывать листья, что там делать дальше с капустой в августе, это уже будет позже. Расскажу, конечно, но сейчас запоминайте, что июль месяц по белокачанной капусте поздних сортов самое, что необходимо, это азотно-калиная подкормка. Можно добавить магнибур, ну и обязательно для эффективности добавляем антивредитель профит или растим овощи про цветок. Добавляем эти элементы, и эффективность наших подкормок очень улучшится. Подкормили нашу капусту, пролили в надземную часть, но у нас как бы есть еще летающие насекомые. У нас над капустой как бы капустная белянка. Даже вот если у вас сижу, то вы увидите, где нигде пролетает капустная белянка, которая также посягает наш урожай, которая выведутся в гусеницы и будет поедать листья. Для того, чтобы этого не случилось, вот вам самый простой способ. Берем 100 грамм соли на 10 литров воды, взяли, растворили в воде и обильно-обильно спрыскиваем капусту. За сезон, замечу, достаточно 2 обработки всего лишь. Это безвредно, как для почвы, так и для капусты. Но вредители почему-то мгновенно погибают от этого раствора на капусте и потом не появляются. Так что, если вы так сделаете, будете иметь экологически чистый урожай, как бы, без излишней химии. И в то же время он не будет погрызен вредителями, не будет испорчен его товарный вид. Поэтому также используйте эти народные способы борьбы с вредителями. Потому что кто-то применяет химические способы, конечно, езжешь много. И Сэмпай, и другие там препараты, эйфория та же самая. Но понимаете, что это химия. Надеюсь, данный ролик по выращению белокочанной капусты для вас был полезен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и посещайте наши магазины. Богатых вам урожаев! До свидания!